здравствуйте господа начинаем сегодняшнюю трансляцию сейчас я посмотрю все видно или все слышно и начнем так раз 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 тушь такое камера не означен а женька слушаю подпишет что камеру не видит а ну вот видно звук есть а камера нет а а смотри слышно но не видно сейчас меня слышит камера смотри у тебя вот видишь сверху переход затухание затухание выше 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 1 переход где на переход даже не то есть это должен оказаться справа сейчас сейчас слева справа да ну тогда я включу свет здрасте друзья сейчас я включу все весь свет две минуты у нас к сожалению свет выключается вот так мы и живем без света но сейчас будем включать генератор сейчас включился генератор ну подождем пока свет включится ну что еще такой прекрасной у нас не было прямой трансляции ну чтобы увидели как мы живем вот то все думают что вот мы живем особенным образом как-то а мы без света живем Counту и в и и и и Ну что там дальше? Да, сейчас я включу свежий. Ничего не надо, мне помог. О, ура, есть свет. Все, Соня, не надо. Все, у нас появился свет, ура. Нет, Соня, ты не слышишь, зайка моя? Добрый день, Андрей Андреевич, спасибо за знания, с ними легче жить. Напишите, слышно меня, видно, вообще все есть, все появилось. Надеюсь, у нас уже трансляция пошла. Добрый день, ага, все, ура. Итак, Неля Бармина, добрый вечер, Андрей Андреевич, спасибо за знания, с ними легче жить, а ваша ученица. Скажите, пожалуйста, когда у меня начнется светлая полоса в моей жизни? Мои золотые друзья, я все говорю и говорю, а вы все не хотите слышать и не хотите слышать. Человек, ой, как пароход. Когда человек начинает жить, то у него есть цель. Вы думаете, каждый из вас думает, что живет бесцельно? На самом деле это не так. У каждого человека есть цель. Но она четко не обозначена. То есть вы живете и четкой цели, ну приблизительно, людям говорят, найдите какую-то цель, живите ради цели. Нет, эта цель, она не так ставится. Ваша цель, она ориентируется на то, чего вы хотите. И вот когда вы просыпаетесь утром и начинаете жить, то как вы живете? Вам не нравится что-то, правильно ведь? В большинстве своем, когда человек просыпается, то почему-то люди так ориентированные жить таким образом, чтобы им все не нравилось. То есть человек встает, ему не нравится, как он выглядит, не нравится, что вокруг него находится. Есть еще второй вариант. Он просто не обращает ни на что внимания. Если рассмотреть психоэмоциональное состояние всего дня, то в большинстве своем есть негативные эмоции, позитивные эмоции и отсутствующие эмоции. Так вот, в большинстве своем люди живут таким образом, что приблизительно 1-2% у него негативных эмоций, 70-80% никаких эмоций и небольшое количество положительных эмоций. Поел, поспал, полежал, там очень мало этих эмоций. В большинстве своем человек может очень часто находиться в подчеркивающих плохих эмоциональных состояниях. Вот, и теперь к чему это я все говорю? Одна из тайн эзотерики заключается в том, что с человеком происходит то, что он чувствует. Почему? Представьте, что высшие силы они воспринимают из человека или воспринимают жизнь человека как эмоции, прекрасные эмоции и прекрасные счастливые такие чувства, которые выделяет человек. И человек обычно просыпается, ему уже все плохо, ходит ему все плохо, он на кого-то бурчит, думает о ком-то плохо, сам себе не нравится, дети его раздражают, близкие раздражают. И человек начинает смотреть телевизор, никаких ощущений и чувств не создается, после чего он заканчивает, потом у него раздражение из-за болезни и так далее. Это все заканчивается тем, что ничего не происходит хорошего и человек... Но дело в том, что эзотерика это путь не доли, в которой родился человек или судьбы, а путь воли, то есть того, что человек хочет. Я когда-то говорил, хочу еще раз повторить. Как добиться наслаждения в жизни? Для того, чтобы добиться наслаждения в жизни и перейти на светлую полосу, нужно ориентироваться на то, чтобы жить светло. А это еще как? Помните мои слова, просыпаясь, произносите, мне нравится это, мне нравится это, мне нравится это. Вот я перед тем, как взять чашечку, говорю, мне нравится пить, мне нравится напиток, мне нравится чашечка. Только это не вслух делаю, а пытаюсь почувствовать. Нравится, когда я смотрю на свою жену, нравится, если меня какое-нибудь воспоминание настигает. Я говорю, мне нравится это воспоминание, хорошее тогда было время. То есть я пытаюсь жить таким образом, чтобы все, или вся информация, которая появляется в моей жизни, что-то плохое произошло. Я говорю, да, так тоже бывает, ага-га, ничего страшного. То есть я пытаюсь это все сделать в таком русле, чтобы как можно больше создавать приятных, чувственных состояний. В каком состоянии я живу? Несмотря на то, что нет света, несмотря на то, что нет там чего-то в нашей жизни, несмотря на то, что происходит, я все равно не отказываю себе в возможности жить через позицию наслаждаться жизнью. Каким образом? Даже в темном помещении, даже без телефона электричества, даже голодным и даже без денег человек может сделать выбор, получать наслаждение. Наслаждение от чего? Ну ты же живешь, да? Ну так радуйся. Ты же живешь, всегда помните, как сказал в свое время Артур Шопенгауэр, он сказал, всегда может быть хуже. А об этом еще и говорил в свое время, об этом в свое время, неудобно немножко, об этом в свое время много кто говорил. Но что же ждать, когда будет хуже? Давайте жить так, чтобы всегда было хорошо. Поэтому, когда начнется светлая полоса, когда утром каждый день вы будете произносить слова, мне нравится это, мне нравится то, тысячу раз на протяжении дня произнесите слова, а мне нравится, и будет переходить жизнь в светлую полосу. Просто 100% проверенной информации. Скажите, пожалуйста, что делать, если увидел плохую примету, а дальше действовать обязан? Как себя настроить, если ждет неприятные и сложные дела? Никогда не позволяйте никаким абсолютно приметам, никаким событиям, никаким словам чужих людей сбивать вас с курса вашего счастья. Еще раз хочу сказать, человек живет, есть обычные люди, они живут по принципу судьбы. Живут как, просто плывут куда непонятно, зачем непонятно, доживают или живут проживают. Мы как эзотерики для себя собираем путь, который называется путь нашей воли. То есть мы своей волей, своим характером, своим намерением, мы делаем все для того, чтобы жить по принципу, мы создаем такую судьбу, в которой нам было бы хорошо жить. И это нам под силам. Поэтому, когда приметы увидели, что нужно делать, ученики школы мои знают, они говорят, тю, ну и что? Я обычно говорю, что человек вправе, обычные люди, которые знают приметы, верят в приметы. В случае, если вы не хотите верить в приметы, то говорите, а вот, я это увидела, я меняю эту примету, теперь это к деньгам. Я всегда говорю своим детям, папа, мне приснился такой сон, я говорю, это к молодости, деньгам и богатству. Киреева Светлана, семейного благополучия вашей семье, 100% будет. Мы уже давно живем, у нас пятеро детей, поверьте, все хорошо. Спасибо за знание и за улыбку. Подскажите, пожалуйста, от продажи недвижимости мне с детьми достанется что-нибудь? Не идет ничего хорошего, к сожалению. Очень жаль, что я это говорю. Комфи, комфи. Дело в том, что, когда вы задаете вопрос, вы должны дать себе четкое понимание. Вот люди начинают на меня наезжать периодически и говорят, Андрей Андреевич, ну вы же ясновидящий человек. Вы можете сказать, что будет происходить, когда война закончится, как это все будет происходить и так далее. Дело в том, что я знаю. Ну почему я это не говорю? Дело в том, что вы хотите слышать ту информацию, которую вы хотите услышать, а не та, которая будет. Вы должны это знать. Если бы я говорил то, что будет, то это бы большому количеству людей не нравилось и у меня были бы колоссальные проблемы. А я хочу жить и хочу дожить. И хочу жить счастливо, и хочу, чтобы в моей жизни все было хорошо. Понимаете? Так и в вашей жизни. Женщина мне звонит сегодня, вернее пишет и говорит, Андрей Андреевич, я хочу устроиться на работу. На вот такую работу. Можно ли мне устроиться? Я говорю, нет, на такую работу вам устраиваться не нужно. Она мне пишет, хорошо, но можно мне устраиваться на эту работу? Я говорю, нет, на такую работу вам устраиваться не нужно. Она мне пишет, ну хорошо, но тогда я хоть могу там деньги вложить в эту работу. Я говорю, и деньги не нужно вкладывать в эту работу. Она мне пишет, ну тогда можно хоть что-то с этой работой. Я ей пишу, смотрите, если вы хотите, чтобы я вам ответил так, как вы хотите, то тогда вы должны перед этим написать мне письмо. Андрей Андреевич, когда я вам наберу, ответьте мне по этому тексту, что да, это хорошая работа, да, я приду на эту работу, да, я вложу в эту работу деньги, да, я получу образование, да, и это вот 100% произойдет. Я тогда ваш текст прочитаю, и это так люди часто устроены. Они не хотят от меня, чтобы я сказал им то, что будет. Они хотят услышать то, что они хотят. Именно поэтому я больше ничего и не говорю. Почему? Потому что все по-другому. Пришли с дочкой в магазин, никого не было, через пару минут уже очередь образовалась. И так было несколько раз. Это что значит? Это говорит о том, что вы счастливые люди и притягиваете материальное благополучие в свою жизнь. Об этом это и говорит. У меня тоже так часто очень происходит. Обычно куда течет любовь, туда текут и деньги. Любовь течет к вам, потому что вы красивые, потому что вы ухоженные, потому что вы себя любите, потому что на вас смотрят и вы нравитесь людям. Это такая особенность. Почему людям, почему люди наряжаются? Люди наряжаются, потому что на них смотрят, любуются, а в их сторону текут деньги. Это проверено. Если приехать в Турцию, очень часто можно вот в пятницу, в субботу, в воскресенье увидеть таких полных жителей из Истамбула, которые такие пузыри красивые, такие взрослые мужчины с бородами, которые ходят с очень молоденькими и очень красивыми девушками. За ручку. Это ничего не значит. А почему это ничего не значит? Мужчина, скорее всего, этот бизнесмен. И, скорее всего, у него есть даже семья. И, скорее всего, даже в семье никто не против, что он с этой девочкой ходит. Но я вам наверняка могу сказать, что этот мужчина не спит с ней, не желает ее и даже не хочет ничего с ней иметь. И даже платит ей за то, чтобы она рядом с ним ходила. Для чего это нужно? Потому что они знают. Эта магия очень развита. такая в тех странах. И там знают, что если ходить с красивой женщиной, которая любуется, то в эту сторону начинает течь любовь. Потому что смотрят на такую женщину красивую, говорят, ай, какая она красивая. Вот какая красивая. Аллах ей дал такие красивые глазки. Аллах ей дал такую молодость. Какая красивая. И облучение, которое происходит, это называется любовь. Она течет в сторону не одного человека, а того, кто рядом находится и за ручку держится. Так, походил с молодухой. И на следующий день там директор завода походил с молодухой. У него больше заказов на заводе, больше продаж в магазинах и так далее. Так устроена система. Так же и у вас. К вам течет любовь. Вас любят дети. Вас любят кто-то. Поэтому вы зашли и сразу же начали идти покупатели. А как вообще в магазинах все закрывается? Когда в магазинах все закрывается, то это выглядит так. Как девочки друг друга ненавидят, ненавидят администратора, ненавидят то, что они там торгуют, ненавидят людей, которые заходят. Все им не нравится. И вот им не нравится, и они отталкивают. А потом, когда кто-то заходит, которому что-то нравится, то в этот момент начинает приходить покупатель. Получится ли заняться, спорашивает Рано Хайтметова целительством по вашему семинару? Я надеюсь, вы думаете о моем трехдневном семинаре обучения целителя. Конечно, у меня есть огромное количество чрезвычайно ярких, успешных целителей, которые сейчас занимаются по данному семинару и очень успешно помогают другим людям. Также есть уже люди, которые пишут, Андрей Андреевич, огромное спасибо за таких невероятно сильных энергетических учеников, которые таким очень сильными методами владеют и нам помогают выздоравливать. Ну вот, конечно, если человек делает все, как я его обучаю, значит будет 100% успех. Андрей Андреевич, дочь 23 июля, день рождения. Больше года лечится. Ниходжинская лимфома. Ужасно. Хочет стать старше на 4 года, вы как-то советовали, поможет ли это, у нее нет сил никаких, чем ей помочь. Можно сделать ее на 4 года старше, как я это делал раз. Второе, мне в свое время очень помогло средство такое, тоже болел лимфомой и лимфогранулематоз по-русски. И что вот приходилось делать? Мне посоветовали использовать вот что. Брать грецкие орехи, листья и заваривать их кипятком. Брать необходимо было так, ну приблизительно такой пучок, 100-200 грамм, резал я ножом, после этого заливал горячей водой. Тот раствор, который получался, я принимал по 50 грамм по рюмочке 2-3 раза в день. А саму воду этой водой, каждый день после того, когда принимал душ, этой водой натирался. Вот такой водой от ореха. Мне это очень помогало. Также я принимал ванны, тоже пользовался этой водой. Действительно, очень хорошее было состояние. Снижалась температура, было облегчение и получалась терапия. Очень-очень хорошо. Печень уменьшалась в размере, селезенка. Хороший такой способ. Он, наверное, подалка. Вы когда-то говорили, что если человек болеет, нужно отметить день рождения на 3-4 года старше, чтобы избежать неприятностей. Михаил 69 лет, это может ему помочь. Вы знаете, это скорее частные такие случаи, чем нет. В моем случае, видимо, тот человек, который занимался расчетом, выявил в астрологическом квадрате этом, что время моей смерти, это через 4... Вернее, время моей смерти вот сейчас наступает. Именно поэтому он посоветовал переступить это время и подождать, когда оно пройдет. Поэтому я сделал себя на 4 года и несколько лет с этим жил. Это не может быть гарантией на 100% того, что этот способ может помогать. Вообще, как человек болеет и какие существуют способы избавиться от этих заболеваний. Сделать необходимо следующее. Человек должен знать, что человеческая душа, которая находится в человеке, она не тлена и она постоянно связана с высшими силами, связана с божественными силами. Ориентирование на этой душе, как ее найти? Найти, найти, как вообще это все находится? Необходимо найти в себе ощущение где-то в своем теле, где вам максимально приятно. Даже если очень сильно больно, то все равно где-то находится место, где максимально приятно. У большинства людей это чувство, которое возникает за грудиной, за местом грудины, то есть внутри грудной клетки. Не напрасно говорят, что там находится у человека душа. Но это не у одних здесь находится, у кого-то находится в другом месте, у кого-то и в третьем месте. Это не обязательно находится именно там, где у меня. Медитация должна быть у человека на то, что он ощущает эту душу. И найти это возможно в том случае, когда человек очень сильно испытывает боль. То есть везде боль есть, везде очень сильно болит, но в какой-то месте в теле есть ощущение, будто если там находиться, то там легче всего. Обычно это и есть место нахождения вашей души. Она связана с Богом. Если человек находит это место и ощущает связь с Богом, как эту связь необходимо найти? Необходимо сказать себе, я чувствую, как Бог меня любит. После чего все элементы боли, которые есть, сказать себе, это мне не принадлежит, пошло от меня. Это мне не принадлежит, пошло от меня. И вот таким образом как бы выталкивать из себя. Я говорю это серьезно, только в этой последовательности. Прямо говорить, мне это надоело, пошло от меня. Это не принадлежит ни мне, ни моей душе. С волей, с божественной силой я отправляю. Это не мое, отстань, фу, пошло от меня. Вот таким образом можно справляться. Научите всех. Это от меня вам вот такой метод. Пожалуйста, используйте. Можете каждому рассказать. Мне не жалко, я хочу, чтобы люди справлялись. С чем я справился? Со всеми болезнями. Такой вот метод, он помог избавиться практически от всех болезней. Алена Подалко, спасибо за все Михаилу, 69 лет. Помочь ему? Вот помог. Скорее всего, расскажите ему. Сейчас, сейчас, посмотрю, как трансляция, все там хорошо. Ну что, продолжаем отвечать на вопросы. Влад, здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Здрасьте, расскажите, пожалуйста, о нирване, как ее достичь. Очень легкий вопрос в целом. Вообще очень легкий вопрос. Но нужно вначале определиться, что такое нирвана. Нирвана бывает двухкомпонентная. Нирвана, которая была, как слово, изобретена в Индии и является частью индуистской культуры, обозначает совершенно другое в буддийской культуре. Есть такое понятие в буддизме, есть сансара. Сансара есть понятие, оно есть и в индуистской культуре. Так вот, сансара это бытие. Бытие, в ходе которого человек живет и страдает. Так вот, человек, преодолевающий страдания в своей жизни, выбирающий однозначно для себя путь нестрадания, успокойствия и счастья, преодолевает путь своей жизни сансары и уже не перерождается на земле согласно индуистскому пути. И второй момент, сансара в буддизме. Сансара это то, о чем говорил Будда. Он говорил, что каждый человек, рожденный на земле, будет испытывать страдания. И этот человек, который будет испытывать страдания, будет вновь перерождаться и появляться на земле и появляться. Именно поэтому он придумал восьмеричный путь выхода из такой сансары. И восьмеричный путь выхода из сансары должен перевести человека к нирване. Что такое нирвана и как она переводится? Нирвана обозначает смерть, упадок, приглушение, окончание. Поэтому идеология сансары связана вот с чем. Если человек, проживший жизнь счастливо, умирает, то он уже не будет рождаться на земле и вновь проходить этот путь страдания. Но в случае, если человек страдает и ничего не делает с тем, чтобы эти страдания изменить, то он будет бесконечно находиться в сансаре. Что такое нирвана? Это прекращение пути перерождения. И если путь, да, он абсолютно четко обозначен, об этом пути в свое время сказал Лао Цзи в книге Дао Дэ Цзин, задолго до того, как появилось вообще понятие буддийская сансара и нирвана, он сказал буквально следующие слова. Для того, чтобы человек не перерождался, и для того, чтобы человек был счастлив, и для того, чтобы человек не страдал, человеку нужно знать, он должен на протяжении одного года сделать тысячу добрых, тысячу добрых дел, за которые ему будут благодарить те люди или мыслящие существа. Но только если человек во время того, когда он будет делать 10 тысяч, вернее, хороших дел, если в этот момент он будет врать, злиться, или нарушать законы или принципы жизни, или до этого он уже нарушал что-либо, то есть там убивал, крал, воровал, матерился и так далее, то тогда он этого не добьется. Но если он сделает 10 тысяч раз доброе дело, при этом за это все время он не скажет никому гадостей, будет проявлять абсолютную доброту по отношению к себе, по отношению к своей душе, к своему телу, и по отношению к тем людям, которые живут под одной крышей, и по отношению ко всему, что вокруг этого человека находится, то в этот момент человек добьется состояния, первое, вечной жизни, и второе, в дальнейшем никогда не переродится, а если и переродится, никогда не будет испытывать в своей жизни страдания. Вот вам выход в нирвану. Почему это получилось у Будды? Не так, не у Будды, а почему это получилось у Шивы? Дело в том, что само понятие Шивы, это понятие избирательное, и оно состоит из такого набора, потому что, с одной стороны, это Шива, это прообраз Вишну, который родился на Земле, или который воплотился на Земле в виде Бога Вишну, который проявился в виде Шивы, а с другой стороны, это человек, который добился настолько большого, за счет собственной реализации, добился огромных результатов. Да что ж такое, тут отключается. Попробую сейчас перевключить. И во многом даже индийцы индуистской религии, они во многом даже путаются. То есть, когда они говорят Шива, то они могут подразумевать всевозможные разные события, разные истории и даже разных богов. Буддисты же считают, что Шива, это бог-разрушитель, они считают, что Вишну, это бог-созидатель, Шива, бог-разрушитель, и Кришна, это бог, который дает. То есть, вот они именно так считают. Они говорят, что так считалось раньше, а когда пришел Будда, то Будда сказал, что человек перерождается, и что целью жизни на земле является перерождение, жизнь в Дхарме, жизнь в том, чтобы быть добрым, хорошим и теплым человеком. И они при этом молиться Будде и помнить о том, что человек это существо, которое может развиваться. Поэтому, если так рассматривать, то и сансара в разных понятиях буддийском и так далее, разные, и нирвана, и так далее. Можно ли человеку добиться состояния нирваны? Да, человек может добиться состояния нирваны. Почему? Жизнь на земле, она может быть такой, что человек на протяжении своей жизни может добиться абсолютного состояния счастья. И если человек добивается состояния счастья, он больше на этой земле не рождается. Почему? Потому что рождается на земле тот человек, который будет жить и страдать. Если человек живет и страдает, то тогда он не добьется состояния нирваны никогда и будет вновь и вновь перерождаться. Тогда какой путь? Не страдать. Тогда что нужно делать? Воспитывать себя таким образом, чтобы страдания в жизни не происходили. Это тоже сложный путь. Он одновременно и философский, и теософский. Ольга Коррегин. Вы говорили, что убивший в этой жизни будет убит в следующем. Да. А если люди вынуждены убивать, защищая от врагов своей семьи, свою землю, как это расценивается? Так же. Это расценивается так же. Это закон как химических элементов. Знаете, хочет человек или нет. Плохая карма просто. Опять-таки, это мое мнение. Мое мнение, когда человек говорит, там, тот враг или тот враг. Знаете, когда дети рождаются, и они лежат на одной кроватке, то они не враги. И у них нет ни национальности, ничего. Они потом вырастают и становятся и разными национальностями, и разными врагами, и разными какашками. Я думаю, что, когда люди убивают, то ответственность за то, что эти люди убивают, несут те люди, которые заставили этих людей убивать. Поэтому и появляется такое понятие, как человек живет и говорит, ну, вот у меня ребенок инвалид родился, или вот в моей жизни все там, рот вымирает, или там очень плохое что-то происходит, и так далее. И говорит, я не знаю почему, дедушки там были плохими, прабабушки были плохими, там еще кто-то был, участвовал и был виноват. Роды целые вымирают. Это было, и это будет, и история нам это показывает. Кто бы там хотел, верил, или кто бы хотел, не верил, все равно мы это видим, и это подтверждение постоянно, постоянно видно. Здравствуйте, дорогой Андрей Андреевич, если можно, посмотрите меня. Что со мной не так? Я неделю лежу пластом. Вы неделю лежите пластом, потому что у вас очень снизилось давление артериальное. Очень снизилось давление артериальное, и нет совершенно силы. Что необходимо делать? Вам необходимо начать принимать глюкозу в большом количестве. Принимайте глюкозу в виде, возьмите прям стаканчик воды, в нее добавляйте четверть чайной ложки сахара и пейте по чуть-чуть, маленькими глотками утром и вечером. Также глубокое дыхание, потому что из-за того, что очень лежите, происходит отек легких, обширный, особенно в левую сторону, и это мешает вам, ну, и дыхание. Поэтому подойдите к окошку, откройте, дышите глубоко. Также очень хорошо четверть таблетки валидола и делать глубокие вдохи и выдохи через вот эту таблеточку. Гладьте свой живот и говорите «Ты мой хороший, ты мой хороший». Гладьте свою грудь и говорите «Ты моя хорошая, ты моя хорошая». Начните проявлять к своему телу хоть какую-то любовь. Натур оф парадайз. Слушаю по новой, вторую, новейшую ступень и сколько не услышала первый раз. Очень интересно, спасибо за все, Лиза, пожалуйста. Очень приятно. Милые мои друзья, пожалуйста, обязательно прямо сейчас подпишитесь на мой канал. Да, необходимо подписываться на мой канал, потому что в случае, если вы будете подписываться, то все дальше будет продолжаться. И будут появляться, смотрите, как все устроено. Как только появляется тысяча новых подписчиков, я дарю символы, дарю мантры, делаю публикации, дарю какие-то техники эзотерические. Я это делаю постоянно. Поэтому, если будет, допустим, у нас добавляться по тысяче человек, если тысяча человек в день добавилось, завтра будет символ. Вот я символ опубликовал, после чего тысячу человек добавилось, после этого второй символ опубликовал. Вы что думаете, мне жалко? Нет, просто это, знаете, как расчет. Поэтому не будьте здесь просто так. Добавьтесь или подпишитесь на мой канал. Вера Кеннедясова. Доброго вечера, Андрей Андреевич. Дякую. Радисно буду разом с вами. Після бессонной ночи и тревог. Дякую Богу, что застрял вас в нашем житии. Ой, хай буде все гарно. Хай буде все гарно. Вже скоро все закинчится. Я думаю, что есть... Я думаю, что... Запомните дату. Она звучит так. 20 января 2025 года. Запомните и подчеркните. И поставьте восклицательный знак. И никому не говорите. Вот когда это все время произойдет, то легче будет. Всем. Лариса. Добрый вечер. Не могли бы вы рассказать, в чем причина, что на улице ко мне подходят узнать, как пройти, как найти. Даже камеры телевизионные тоже хотят. Вокруг много людей. В случае, если к человеку очень много людей подходит, это говорит о том, что у него высокая астральная энергия или активная, или большая астральная энергия. С чем это связано? Как правило, это связано с мечтами. Если человек очень сильно мечтает, то открывается очень сильно астральная энергия. Но в случае, если человек ничего не делает, то, ну, как бы во имя этой мечты, то проникают вот потом, ну, вот такие моменты начинают происходить. Можно ли уменьшить каким-либо образом астральную энергию? Можно. Каким образом? Возьмите 4-5 угольков, бросьте их на землю и потопчитесь по ним. Так закройте вот те потоки астральной энергии, которые мешают вам, или которые заставляют вас страдать от того, что к вам на улице подходит большое количество людей. Видимо, вы красивая, видимо, вы нравитесь, поэтому, видимо, у вас лицо доброе, поэтому у вас хочется что-то спросить. Наталья Калюжная. Дорогой Андрей Андреевич, я ваша ученица. Всем здравствуй. Здрасте. Подскажите, пожалуйста, что предпринять? Топчусь на месте, как в рабстве. Постоянные препятствия. Спасибо. Когда человек оказывается в таком, я его называю, мертвая вода, то что происходит в мертвой воде? Подойдите к озеру, в котором мертвая вода. Что вы в нем видите? Вы в нем видите ничего. В мертвой воде обычно появляется вонь, затхлый запах, появляется грязь, появляется что-либо. Что нужно сделать, если вы топчетесь и ничего не происходит? Первое. Начните очищение. Какое? Один раз на протяжении недели поститесь. Очищайте себя внутри. Второе. На протяжении одного-двух месяцев не ешьте мясную пищу. Вообще. Почему? Мясная пища, особенно из красного мяса, она может заставлять человека, отягощая его, и приземлять его, и человек ни к чему не стремится, у него очень много лень. Третье. Мертвая вода, ее нужно вычерпывать. Каким образом происходит вычерпывание? Вычерпывание может происходить за счет того, что человек начинает танцевать. Утром закрываетесь, включайте музыку, какая вам нравится. Серьезно вам говорю, можете мне не поверить, включайте музыку, закрывайте и танцуйте 10 минут. Третий вариант. Тяжесть. Это тоже очень важно. Я рекомендую посвящать приседания ради достижения цели, выйти из мертвой зоны. Сделайте так. Поставьте для себя прям задачу. На протяжении дня 100 приседаний. Хотите вы этого или нет. И на протяжении дня 100 раз приседайте. Не нужно приседать за раз. Можете утром 7 раз. Потом через 2-3 часа еще 7 раз. Потом через 5 часов еще 10 раз. Потом еще через 7 часов еще 7 или 8 раз. Так, чтобы на протяжении дня у вас получилось 100. Делайте 100 приседаний в разное время в общей массе. То есть не 100 за раз, а там утром, в обед, вечером. Если все прибавить, то получится 100. Делайте таких 100 приседаний ежедневно. Посвящайте это какой-либо задаче. И это все выведет вас. Ну и последнее. За то, чтобы в вашей жизни были муж, жена, хорошая семья, хорошие отношения, деньги и так далее. Вы должны знать, что этим всем управляет некая энергия, которая называется энергия земли. Смотрите, как у энергии земли все легко. Птицы родились, у них появились, у них появились в дальнейшем, вылупились эти птенцы, и в дальнейшем там все полетели куда нужно. Почему так устроено? Что у птиц нет проблем ни с замужеством, ни с детьми, ни с чем. Ни у слонов этой проблемы нет, ни у бегемотиков, ни у комариков, ничего. Потому что они более всего соединены с землей. Где находится место, соединяющее человека с землей? Если человек теряет связь с землей, то у человека теряется в дальнейшем возможность рожать детей, иметь детей, привлекать в жизнь партнера, не иметь возможностей и так далее. Это все наш пупок. Самый настоящий наш пупок. Что необходимо делать? Возьмите и сделайте так. Каждый день, когда вы проснетесь, гладьте свой пупок и говорите, ты мой хороший, ты мой золотой, и ты мой пупочек. Каждый день мысленно представляете, допустим, вы женщина, мысленно представляете, будто вы встретили, видите мужчин, и каждого мужчину гладите по его животику. И говорите, ты мой хороший, и ты мой зайчик. Гладите и женщин по животику, ты моя золотая, ты моя хорошая. Гладите себя на протяжении дня многократно. Этим самым вы активируете вашу связь с землей. И аннулируете ваши обиды. Почему? Больше всего активируется любовь по отношению к пупку, и меньше всего активируется или блокируется обиды. То есть, если вы обижались просто так, попросто так, на кого-то просто так, сестру, подругу, тещу, людей недоплатили, заплатили на государство, просто так обижались, неправильно, правильно посмотрели, и так далее. Чем больше обид, тем меньше эта энергия в вашем животике, тем сильнее ваша чакра закрыта. Не обижайтесь, говорите всегда, да, я обижалась, меня больше это не парит. Ой, боже. Что ж это такое сегодня прямо издевательство. Поэтому гладьте живот, танцуйте с утра, поститесь один день в неделю, и все, черный экран. Да ладно. Ходи нет. Спасибо за знания, особенно за СНГ, практикую 37-26. Подскажите, смогу ли я встретить любимого мужчину? Конечно. и стать мега богатой, если буду проходить 37-26 СНГ, нет, скорее всего, из-за просто СНГ не получится. Для того, чтобы стать мега богатой, нужно быть мега удачливой. Смотрите, путь к богатству, в чем он заключается? Путь к богатству обычного человека заключается, первое, в огромном количестве друзей. Хотите быть богатым, найдите миллионы друзей, или сделайте так, чтобы миллион человек о вас знали. Это один из путей, который прямо вот, наверняка и на 100% прямо эффективный. Вот услышьте меня, люди говорят, давайте техники какие-то, давайте практики, я хочу быть богатым человеком. Если вы живете серой мышью, если о вас никто не знает, вы богатыми не будете. Для того, чтобы богатым стать, необходимо, чтобы вас знало чрезвычайно большое количество людей, много людей. Делайте так, чтобы люди о вас знали. Вот я всегда говорю такие слова. Хорошо, если о вас или о вашем бизнесе говорят плохо. Хорошо, если о вашем бизнесе говорят хорошо. И плохо, если никто не говорит о вас ни плохо и ни хорошо, потому что о вас ничего не знают. Если о вас ничего не знают, вы неинтересны. Для того, чтобы стать богатым, нужно быть для большого количества, либо талантливым вором, либо иметь тысячу знакомых или тысячу людей, которые должны вас знать. Знать с хорошей стороны, знать с плохой стороны не имеет значения. Сейчас это принцип жизни в нашу эпоху. Стать человеком, которого знают очень много людей, то же самое, что автоматически стать мега-мега богатым человеком. Это нас Российская Федерация в Украине освободила от электричества. Они нас хотели спасти, вот спасли, спасибо, теперь мы без света живем. Зачем? Зачем? Ну вот что от того, что я живу без света? Мне легче от этого. Ну ничего страшного. Зато без света, как сказал один мой знакомый, жена красивее. Не знаю, моей со светом красивее. Татьяна, почему мантры шумы с НГ по здоровью работают все отлично? Мантры шумы с НГ по привлечению денег не работают? И еще раз объясняю. Скажите себе слова, сколько людей вас любит? Они вас любят, когда вспомнят или ежедневно, ежесекундно вас любят? Вот смотрите, в чем особенность. Куда течет любовь, туда текут и деньги. Если вас не любят, посмотрите на себя в зеркало, если у вас кислое выражение лица. Если вы внутренний человек конфликтный. Если вы все время создаете впечатление, что хочется перекреститься и отогнать вас. Если вы кричите, нервничаете, беситесь, претензий кучу имеете. Если вокруг вас люди, которые вас не понимают, не хотят быть рядом с вами. Ну не будет у вас денег. Не будет денег. У вас жизнь будет катиться под искус. Ищите людей, которые вас будут обожать. Вообще, какой путь такой? Выйти замуж быстро и прорваться через самые плохие моменты. Вообще, первое, как выйти замуж быстро? Андрей Андреевич, дайте совет. Даю совет, эзотерический. Найдите или зайдите в инстаграм. Сосредоточьтесь. И напишите тысячи молодым или красивым девушкам. Хорошие пожелания. Напишите, ты очень красивая, желаю тебе счастья, милая зайка. Или напишите, еще не видела никогда такой красивой девочки. Очень желаю тебе счастья, если не замужем, замужества. Можете сами не писать. Вы можете попросить GPT-чат, чтобы он все написал для вас. И отправьте это большому количеству людей. То же самое с мужчинами можете сделать. Каждому мужчине напишите слова. Сразу видно, что очень талантливый, я не знаю, бизнесмен. Я желаю тебе успеха и счастья. Просто так напишите людям. Это не стыдно. Напишите просто так это людям. Это не стыдно, потому что такие люди, которые получат эти сообщения, они прочитают. И это сделает вас очень популярными и богатыми. И это привлечет в вашу жизнь материальное благополучие. Нет торговли, нет мужа, напишите такие сообщения. Девушкам напишите сообщения о том, какие они красивые. И тысячу сообщений напишите. Тысячу мужчин будет хотеть вас с вами встретиться. И будут хотеть с вами связать дружбу или судьбу. Или просто какие-то отношения. Если вы мужчинам напишите о том, какие они обалденки, какие у них хорошие машины, какие там мышцы и так далее, то это все скажется на материальное благополучие. Помните песню Булата Куджавы? Давайте говорить друг другу комплименты для того, чтобы давать все время, для того, чтобы осознавать хорошие моменты. Давайте говорим друг другу комплименты. Ведь жизнь короткая такая. Подскажите, учусь парфюмерному искусству. Подскажите, стоит ли делать на этом бизнес? Несомненно. Несомненно. Смело можете заниматься этим бизнесом. Это великолепный, потрясающий, талантливый, офигенный бизнес. Я на этом бизнесе зарабатываю миллионы. Поэтому смело занимайтесь. Великолепный бизнес. Марина Эрдем. А будет ли продолжение семинара по мусульманской магии? Да, будет. Не просто семинар, а полный апгрейд семинара магия ислама. И он будет у нас выпускаться, скорее всего, уже на следующий год. Но старый уже закрыт. И дальше к нему доступа не будет. Людмила Кузнецова. Моя дочь встретит мужчину, с которым будет счастлива. Нужно было написать мне имя дочери. А так я не знаю, какая из ваших дочерей. Невозможно спрашивать, если четкости нет. Никак. Светлана Алексес. Подскажи, сможет ли мой старший сын уехать в Молдову? Он хочет, но стоит ли? Не стоит ему ехать в Молдову. Не нужно этого делать. Пусть сидит. Светлана Шкляр. Мне подруга предложила учиться на медсестру. Мою или нет? Ваше. Ну, а что значит мою или нет? Будете ли вы на этом зарабатывать деньги? Будете. Будет ли получаться? Будет. А что там получаться? Подошли. Вас научат, как ставить иголку. Научат быть палатной медсестрой. Обучат. Обучат этому очень быстро. Это хорошая работа. Она очень востребована. Там сложности никаких. Измерить артериальное давление. поставить станцию, поставить катетер и так далее. Там, ну, вставить в уретру катетер и так далее. Да вообще, это все очень несложно. Прямо очень несложно. Вести журнал температуры и самочувствия. Палатная медсестра это великолепная работа. И очень хорошая. Ребекка Вера. Здрасте. Вера, рад. Можно носить золотую ваджу и серебряную бусину дзи на себе? Да. Чудового вечера вам, шановный учитель. Вы наикраще. Завдяки вам. Я вижу тебя захисту, спокою. Дякую вам за вашу працу. Дякую и вам запрашиваю. Дякую и вам. Алла Примак. Очень приятно слушать ваши советы. Я уже не хочу ничего спрашивать. Много есть материала от вас. Екатерина Черношейгин. Скажите, пожалуйста, подходит Мессенгай 55? Нет, не подходит. Подходит 78. Милович. У меня сыну сегодня день рождения. 17 лет. Он очень добрый. Но у него есть такое качество, как высокомерие. Скажите, как избавиться от этой черты характера? Если человек живет с позиции высокомерия и ненавидит тех людей, которые ниже его под должности и так далее, то это сделает его богатым. У всех людей, которые высокомерными, высокомерные, в дальнейшем складывается судьба богатых людей. Вот так. Поэтому все нормально. Упорные, злобные, высокомерные, вредные обычно добиваются очень высоких результатов в жизни. Правда? Главное, чтобы грубости не было и чтобы со временем была честность. Не нужно избавлять детские качества, не нужно избавлять, потому что они основные в судьбе. И эта судьба, которая он будет успешным, она для него уже выстроена. Поэтому пусть эти качества у него остаются. Высокомерные? Ну, высокомерные. Ничего страшного. Либо если оно не нужно ему, оно так же, как появилось, так же уйдет. Может быть, оно просто временно на раздутые. Обычно высокомерность у детей, если удивлен до возраста 7 лет, то будет богатым. Если после 7 до 10 высокомерен, будет богатым. Если после 10 и там очень сильно там сексуальная жизнь прям ничего не может сделать, и там бегает, и хочет, и там спорта очень много, и там кроме алкоголя, то будет богат. Нина Леушкина. Сможет ли мой сын избавиться от зависимости и справиться с проблемами? У меня уже нет сил. Вам придется терпеть. Скорее всего, это быстро не произойдет у вас, и жизнь такую, я вижу, совсем не лучшую. Sorry, что мне пришлось это сказать. Но вы хотите правду или нет? Вы не тот вопрос мне задали. Нужно было другой. Андрис Эйхенбаумс. Получится купить украшения, а потом продать дороже и заработать? Да, получится. Смело можете это делать. Работайте уже над тем, чтобы расширять возможности тех людей, которые будут это все рассматривать. Знаете, купить и продать это все несложно. Вот кому продать и на какой платформе это сделать, и на этой платформе нужно быть еще индивидуальным специалистом и хорошим специалистом. Поэтому перед тем, как что-то продавать, необходимо создавать платформу, платформу, где можно это продавать. То есть сразу же быть специалистом, как это продвигать, кому предлагать и так далее. Так, моя жена София просила меня обязательно что-нибудь, о чем-нибудь рассказать. Хочу вам сказать, что у меня красивые волосы. Вы, наверное, заметили, как изменились волосы. Мои волосы, я ходил в парикмахерскую, сказали, что у меня волосы стали твердыми, как проволока. Спасибо им за это. Мне этого даже в детстве не говорили. У меня всегда волосы были тоненькие. А это вдруг волосы стали твердые, красивые. В чем причина красоты волос и твердости? Поуходили за лысины. Очень-очень помог мне гель, который называется гель гиалуроновой кислоты, который выпускается в компании Мизоня. Я очень советую такой гель с гиалуроновой кислоты иметь каждой девочке и мальчику. Обязательно его приобретите и на влажные волосы утром или вечером, или даже не на влажные, натирайте свои волосы. Вы будете в восторге от того, насколько это все эффективно работает. А еще огромный плюс. Если где-то там экзема, псориаз, если где-то в волосах какие-то перхоти и так далее, 4-5 раз одна неделя это исчезает. Почему? Гиалуроновой кислоты, которая смешана вместе с коллагеном и которая смешана вместе с лизоцимом, есть уникальная способность. Это способность максимального проникновения с ярким, очень ярко выраженным противобактериальным эффектом. Поэтому, если вирус, бактерия, микоз еще что-либо создает процесс перхоти, шелушения луковиц, то данный гель с успехом это все может перебороть. Поэтому ура! в этой жизни у меня отобрали трижды дом, спалили и убили мою жену. О боже мой! Спалили мой урожай, в этой у меня нет своего дома, от страха что его заберут снова. Как изменить это? Покайтесь, скажите я каюсь что у меня это все было. После этого, если это является вашей задачей чтобы у вас был дом, делайте все для того чтобы дом был. Считается что если три раза у человека отбирают самое дорогое на протяжении этой жизни, то он полностью на 100% очищает свою карму. То есть вы таким образом очищаете свой род. Поэтому если у вас два или три раза забрали самое дорогое два раза дом, один раз жену, можете считать что вы фактически стали высокодуховным человеком. Не пейте алкоголь, не впадайте во все тяжкие, старайтесь теперь жить как человеку, у которого руки развязаны и кармические узлы преодолены. Считайте что вы уже род свой таким образом со своим родом полностью рассчитались. вот так. Ольга Лан Маньеру Андрей Андреевич расскажите пожалуйста про Гавах. Классный вопрос, нравится он мне. Смотрите, Гавах это тонкоматериальная энергия, которая выделяется из человека в тот момент, когда он страдает. Гавах используется в темной магии, а также используется в момент считается, что использование Гаваха может помочь откупиться. Гавах является элементом, которого хотят от вас люди, которые вас ненавидят. То есть когда человек ненавидит какого-то другого человека, вот вас кто-то раздражает, вы хотите его ударить. И вы хотите ударить зачем вам это? Чтобы это человеку было больно. Зачем ему больно? Он испытает боль. Зачем тогда он должен испытать боль? Чтобы вы почувствовали, что почувствовали? Гавах. Гавах. Вы хотите гавах. Поэтому весь мир, вот ребенок там, ребенок учится, не может ничего понять, и вы хотите ему дать подзатыльник. На самом деле, чего вы хотите от этого ребенка, если вы его бьете, если бы вы хотели, чтобы он понял, то тогда бы ему еще раз объясняли, и еще раз объясняли, но вы этого не хотите, вы хотите гавах, вы хотите боли, тонкого материального вещества. Считается в магии, это египетская магия, и вообще такая тайная темная магия, кстати, где вы об этом узнали, считается гавах основой этого мира, то есть люди стремятся к гаваху, люди хотят гаваха, и люди, весь мир устроен по принципу гаваха, то есть когда я живу, то накапливаются люди, которые хотят от меня моей боли, дуй-ко, засранец, ненавидим сволочь, не любим тебя, ублюдок, чтоб ты сдох и так далее, то есть все это, когда человек говорит мне гадости какие-то, что он от меня хочет, он хочет, чтобы я прочитал и испытывал страдания и боль, душевную, телесную, то есть что он хочет, боли, и я периодически делаю так, я говорю, уважаемые мои друзья, мои ученики, отдайте мне свою боль, потому что у меня так много накопилось тех людей, которые я собираю у учеников эту боль, отдаю тем людям, которые хотят моей боли, хотят ее на протяжении жизни, а у этих людей что-либо забираю, там, волосы, молодость и так далее, это такая эзотерическая практика, единственное, что ее должен делать тот человек, который знает, как ее выполнять и знает, как ее делать, поэтому правило Гавах является ключевым и самым важным в этом мире, и тот, кто знает о правиле Гавах, знает, как устроен мир, почему у человека появляется много боли, потому что и почему эта боль нужна, человек испытывает боль, и ее хотели много людей, чтобы он эту боль испытывал, так нужно эту боль им отдать или посвятить, поэтому если что-то болит, говорите, я посвящаю эту боль тем людям, которые хотели от меня этой боли, возьмите, напейтесь и отстаньте, это правило действия или правило работы с Гавах, странно, я думал, что информации такой нет в интернете, но видите, есть, откуда вы узнали, подскажите, как можно повлиять на мужа, который сидит по уши в долгах, уже годами не хочет идти работать ни на кого, сейчас работает на себя, у него ничего не получается, только обвиняет меня, да, это рано или поздно закончится, это процесс такой, который закончится может быстро, каким образом, я вам скажу, дело в том, что вы тати-де, почему-то мужа свою воспринимаете как конкурента, то есть, если у вас получается, у него не получается, то вы внутренне чуть-чуть насмехаетесь и радуетесь этому, и этим самым блокируете, и это мне написали на самом деле в этом сообщении, что нужно делать, восхищайтесь всем, что делает ваш муж, не претензии, то, что вы написали, и восхищайтесь всем, чем бы он не занимался, говорите с ним, чем ты занимаешься, вот это, вот это делаю, вы считаете, допустим, утре, да, все равно ничего не получится, у меня все равно лучше получится, и так далее, выкиньте это и скажите, какой ты молодец, я так рада, что у тебя получается еще больше в этом направлении, начните, измените свое состояние, и начните его пушить в этом, говорите, какой ты молодец, молодец, что получается, надо же, даже если нет денег, ничего не получается, поверьте все связано с вашим отношениям потому что вы одна семья начните его пушить начните дуть начните делать так чтобы восхищаться говорите солнышко зайчик мой надо же как же там ты у тебя хорошо получается уже скоро получится расскажи мне об этом он вам расскажешь скажите ой какой же ты молодец но только ты мог такое придумать ты восхитительный ну дай бог все у нас будет получаться вот так начните так делать один год он будет зарабатывать много я в том что у меня повлиять на мужа повлиять на мужа вот так и влияние должно произойти а вы как хотели доченька солнышко что делать какой из отельский обряд практику если по женской линии в роду всех женщин примерно с десятилетнего возраста начинает ухудшаться зрение зрение напрямую связано с печенью печень напрямую связано с ненавистью к мужскому роду видимо есть история такая знаете эта история не любви или обидчивости на весь мужской рот и обсуждение мужского рода ничего страшного с этим нет нужно говорить все мужчины самые красивые говорите в нашем роду все мужчины были самые золотые ну как из все изменить сделайте мужчину культом вашей семьи я говорю это серьезно сделайте мужчину культом вашей семьи вот если мужчина сделает культом семьи женщину будет много денег если женщина сделает культом семьи мужчину будет всегда порядок и дети будут счастливы и выходить замуж и здоровье будет и так далее Это такая особенность, понимаете? За что нужно любить женщину? Не за что любить ни женщину, ни мужчину. Не за что никого любить. Нужно настраивать на то, что те люди, которые с вами живут, это люди, которых вам дал Бог. Нравятся, не нравятся, уже не имеет значения. Восхищайтесь ими и говорите, эти самые лучшие, эти самые красивые, эти самые дорогие, эти самые уникальные, эти самые лучшие. Обязательно хвалите тех, кто живет с вами под одной крышей. Хотите богатства? Никаких претензий. Хотите счастья? Никаких претензий, никаких обид. Максимальное проявление заботы, радости, счастья и максимальное хорошее количество прекрасных слов. Только таким образом. Но он не говорит, что я буду. Нет. Маты. Не матюкайтесь просто так. Когда человек матюкается просто так, он должен знать. Когда вы говорите слово на букву Х, вы его произносите. И это слово, оно видоизменено от слова, которое обозначает самый главный Бог. Бог. Но его используют как ругательство полового органа. На самом деле оно начинается с буквы Алиф, которая является одной из самых священных букв, которые есть в мире. Алиф. Бог. Начало. И человек, который ругается с этой буквы, ругает Бога. Это сделали в свое время греки. И навязали все христианскому люду. Христианин. С буквы какой начинается? С буквы Х. А плохое слово с какой бы? А почему христианин начинается с буквы Х? Потому что это Алиф. Это слово Бога. Или слово Бог. Самый главный. Я, к сожалению, знаю имя, но вслух не скажу. Произносить нельзя. Но когда человек произносит на эту букву мат, вот такой, он фактически посылает Бога. Поэтому зачем вам это делать? Зачем? Почему половые органы и принадлежности к половым органам имеют ругательство? Таким образом проклинают рот. Почему? Половые органы фактически являются элементами, порождающими и продолжающими рот. В случае, если это ненавидеть, рот заканчивается. Самое страшное, что может сделать человек, это ненавидеть. И это мужчина, который ненавидит пенис. Или женщина, которая ненавидит там половые губы свои. И женщина, которая ненавидит свой живот. Женщина, которая ненавидит бедра. Мужчина, который там занимается анонизмом и боится даже там нервничает, когда там трогает себя и так далее. Переживает и там все остальное. Это элементы проклятия. Элементы проклятия рода. Наоборот, если это любить и хорошо к этому относиться. Любить прямо говорю, ой ты моя хорошая, ой ты моя хорошая. То это наоборот продлевает рот и делает. Где есть такой культ? Индия. Скажите, где большое количество? Индия, Китай. Где самое большое количество людей проживает на сегодняшний день? Угадайте. Почему? Потому что культ такой есть, что это не только неплохо, а это священно. Почему? Линган. Это прообраз мужского органа. И он стоит у основания, который называется йони. Прообраз женского органа. Ваджа сатвические, которые обращают ваджа и сатва. Это мужчина и женщина. Ум и земля. Или энергия неба и энергия земли. И так далее. Елена. Скажите, пожалуйста, в груди сжимается тяжесть периодически. Не курю. Паническая атака. Тяжесть это паническая атака. Каковы причины появления болезни рассеянный склероз у молодого парня? Перенесенная инфекция, которая повлияла на демилинизацию, но не спал. А это может быть еще. Очень часто рассеянный склероз может быть на фоне приема барбитуратов или любых особенно синтетических препаратов наркотического действия, психотропных веществ. Тоже это может быть. Одни могут нормально перенести, другие ненормально. Происходит демилинизация в дальнейшем рассеянный склероз. Голод может приводить, патология нервных тканей позвоночника, спинного мозга, патология сколиоз врожденный. Это может быть ротовирусная инфекция, может быть инфекция носоглотки, это может быть герпесы, пштейна-бара. Все эти причины могут привести к появлению вот такой проблемы. Ирина Бакунина, прохожу четвертую. Доченька Солнышко, пожалуйста, получится ли у меня помогать людям и зарабатывать благодаря картам Таро? Получится. У всех же получается. Слушайте, одним Тарологом больше, одним меньше. Дело в том, что вы думаете, что как только вы обучитесь, к вам станет очередь. На самом деле это не так, потому что вам придется конкурировать с десятью миллионами Тарологов, которые на сегодняшний день их просто невероятное количество. Сейчас обучать Таро гораздо выгоднее, чем самому кому-либо гадать на Таро. Потому что количество Тарологов, которые хотят гадать кому-то, и нумерологов, и Тарологов, и астрологов, и эзотериков, и людей, продающих курсы, их миллион просто, миллион, их миллионы. Тогда что делать? Вам не те курсы нужны. Вам нужно сначала пройти курсы, которые называются так, как в Ютубе продавать, как сделать так, чтобы в Ютубе вас смотрели, как сделать так, а обычно с этого не начинают. Вам же нужно будет такую услугу кому-то предлагать. Ну а для того, чтобы кому-то предлагать, нужно быть блогером, нужно кому-то что-то о чем-то говорить. Машинники заставили мою сестру взять кредиты под две ее квартиры. Заберут ли у нее эти две квартиры? Показывает, что нет. Все, что вы говорите, помогает. Правда, непросто, но есть старания. Это хорошо. Подскажите, а встречу хорошего мужчины для серьезных отношений? Ну, зачем мне отвечать? Встретите. Андрей Андреевич, по-другому задать вопрос про сына Руслана. Как мне себя вести? Можно ли ему помочь? Посоветуйте, может, вашей помощью. Вымаливайте его, складывайте ручки, говорите, пусть все двери откроются, будь хорошим, там, бла-бла-бла. Так как я обучаю на ступени. Вот делайте так. Есть плохие какие-то качества, выгоняйте их, эти плохие качества. Я, чтобы работал, невозможно. Я очень дорогой. Вам это будет не по карману. Просто обычная встреча со мной на сегодняшний день стоит от 4 тысяч долларов. И есть каждый день 10 человек, которые готовы со мной встретиться. Представляете? Не, ну вы представляете, какие люди странные, готовы платить такие сумасшедшие деньги, чтобы просто со мной пообщаться. А чтобы я работал, это просто встретиться и поговорить. А чтобы я работал, представляете, сколько? Вот дают. Зачем им это нужно? Не понимают. Мне говорят, а я отказываюсь еще. Вот бы вам такое, да? Скорость несу дом, в котором я арендовал квартиру много лет назад, так как планируется застройка высотками. Мне некуда уйти, хоть уходи в монастырь. Почему вам некуда уйти? Это говорит о том, что вы ни с кем не общаетесь. Почему вы ни с кем не общаетесь? Это вопрос к вам. Начните коммуницировать с людьми. Начните находить друзей. Сейчас есть интернет. Знакомьтесь с людьми. Рассказывайте свою историю. Коммуницируйте. Знакомьтесь на улице. Не на улице. С собачниками, с котятниками. Пусть у вас будет много людей. Устройтесь на работу, где много людей. Устройтесь работать. Устройтесь на три работы. На одной работе один день, на второй работе другой день, на третьей работе третий. В какой-нибудь джек, чтобы там где-нибудь на проходе, или как это называется, комендантом дома, или на пропуске сидеть, или еще где-то. Это все даст вам большое количество знакомых. Старайтесь коммуницировать. Уйду в монастырь. В монастырь не берут. Человек говорит, я уйду в монастырь. Кто вам сказал? В монастырь возьмут только сильных людей. Почему? Там же работать нужно. В монастырь никого не возьмут, если вы на третий день там перестанете работать, вас выгонят. Почему? В монастырь люди думают, что монастырь это бесконечные молитвы и отдых. Нет. Это с утра до ночи пахать. Почему? Монастырь надо отопить, ему нужно что-то кушать, в монастыре нужно что-то делать. Монастырская жизнь тяжелее, чем жизнь людей в обычной жизни. Почему? Когда в монастырь человек приезжает, он думает, что он в монастыре может жить, и у него будет много свободного времени. Это не так, потому что ему придется в монастыре рано вставать, молиться, службы, всевозможные посты. И вечером это делать, рано ложиться спать, утром очень рано просыпаться, снова молиться. Потом ухаживать за братьями, готовить пищу, рубить дрова, там по хозяйству, сопать с утра до ночи или там собирать что-либо, выкапывать. Они же на самообслуживании, поэтому когда человек говорит, хоть в монастырь уходи, если у вас нет сил в монастыре ни на что, то вас просто могут не взять. Сказать, ну приходи вон, садись возле монастыря, на кой ты нужна? Удастся ли же счастливо в новой стране? Удастся. Ну, вы просто такой вопрос компроментирующий мне задаете, понимаете? Вот вы мне задали вопрос уже с преднамеренно заложенным ответом. А знаете, как я бы не хотел вам ответить, как вы хотите услышать? И я так ответил. Демис Елина Демида. 49 лет, хочу пройти курсы таргетолога. Страшно, ужасно. Стоит ли деньги на ветер? Вы пустите деньги на ветер, вас ничему не научат, вы ни рубля на этом не заработаете. А дальше принимайте решения сами. Вы просто супер восхищаюсь вами, а я вами. Итак, кто еще не подписался, а ну-ка быстро подпишитесь. Напишите свой комментарий, как вам помогла моя эзотерическая школа Кайлас. Хотите кому-либо оставить хороший комментарий? Найдите много видео, которые есть. И берете видео это, ссылку на это видео. После этого выставляете на своей странице где-нибудь и пишите. Всем, кто видит это видео, я желаю счастья. Сейчас, когда закончится данное видео или закончится данная трансляция, перейдите к моим комментариям. Там люди пишут там то-то, 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 то-то. Напишите им ответы. Напишите, там допустим, человека зовут там Кундус Акаева. Пишите, Кундус, я желаю тебе богатства, счастья, любви. Солнышко, цвети для людей. Или там Наталья Гордынская. Пишите, пусть дочь Татьяна всегда будет счастливой. Пусть она всегда будет самой любимой. Пусть и ты, Наташечка, будешь самой дорогой и красивой. Знаете, как людям приятно это почитать. Все будет. Прямо приятно, приятно. И эзотерически это хорошие события. На этом будем заканчивать наш прекрасный прямой эфир. Я надеюсь, вам сегодня понравилась эта трансляция. Большое спасибо. Наша трансляция называлась «Жизненные психологические вопросы и эзотерические ответы». И спасибо, и до свидания. Если вы хотите со мной как-то связаться, я ставлю ссылку в описании к данному видео. И вы сможете перейти и написать мне письмо в Телеграме или даже в виде комментариев под данным видео. Спасибо, до свидания. И на этом конец.